Успешная команда бизнесменов-практиков представляет Теперь мы едем в отпуск в Дубай И я опять там покрываюсь золотом Сидит моя дочь Нет, она была в комнате, я пришла к ней Прихожу к ней Я ей много видео высылала Но она не верила Думает, ну маму Она же маму знает, что она золотом раньше не покрывалась Какое золото может вообще быть, да? И тут я захожу к ней в комнату Кому вообще это интересно? Интересно вам? Да? Это я захожу в комнату Риш, интересно тебе? Артур, вам интересно? Да Вот Я захожу в комнату к ней И говорю, смотри, я блещу опять Она посмотрела, говорит Да, это, наверное, тени Представляете? Тени Тени здесь, а я здесь всем блещу Как будто я себе тени вот так размазывала И опять вот это неверие Буквально проходит 10 минут Она собралась, приходит к нам И говорит, мам, так у меня у самой тени По всему телу Грасс, она говорит, вот это да Восстасте Это что такое? Она вот так вот Вот это называется проявление Иисуса Христа Я сказала, она не поверила Я показала, не поверила Но когда она сама на своем теле увидела это золото Она говорит, вот это да Это что такое? Тени по всему телу? Золото проявляется, друзья, сейчас Сейчас проявляется золото Можете проверить Вот И так интересно это было И вчера она звонит Говорит, мама, мам Мне надо тебе что-то рассказать А я слушала проповедь И даже трубку не взяла Друзья, я не беру трубку Когда кто-то Саша мне тоже звонил Я не беру трубку, когда я слушаю проповедь Извините Я вижу, но не беру Потому что у меня Иисус на первом месте Я никогда не возьму трубку Если что, быстренько напишу Если получается Золото пошло, да? Слава Иисусу Да, да, да Вот И я такая Я Все это время Слушала, слушала И это потом закончилось это все Я звоню ей, говорю Что, что у тебя там? Она говорит Мам Такую встречу, говорит Я имела Я даже не знаю Как тебе это передать Я говорю Что такое? Она говорит Мам У меня болел сильно живот Я, говорит Поехала Паспорт свой забирать И еду И думаю Я не дойду до паспорта Мне так плохо было А мне там еще в очереди надо стоять И я, говорит Всю дорогу за руль держалась И молилась Господь Помоги мне, пожалуйста Паспорт получить Ну Помоги мне как-нибудь Чтобы я сегодня этот паспорт получила Ну Пожалуйста Ну Помоги мне И она говорит Всю дорогу я за руль держалась И молилась, говорит И когда я подъехала к этой Ну Станции Где я должна была Там Паспорт получается Она говорит Я сижу в машине Держусь за руль И дальше молюсь Потому что у меня сильные боли в животе И она говорит В один прекрасный момент Стучится женщина В окно Пожилая женщина Я, говорит Открываю Она мне говорит У тебя что-то болит? По-немецки Я сейчас буду просто по-русски Говорить Да У тебя что-то болит? Она говорит Да У меня сильно болит живот Она говорит Тебе нужно в Берлин На две недели Тебе надо защитить себя А она, друзья Заказала сейчас новую машину И должна в Берлине ее забрать И она слушает ее так Как говорит Я знаю все про твоего папу Начала там про папу рассказывать Все сходилось полностью Потом Я не хочу сейчас это подробно рассказывать Про нашу папу Вот Потом Она сказала Посмотри на меня Я старая женщина И тебе придется тоже со старостью смириться Не делай больше ничего Как кюнсли Вот Потом она ей сказала Что бери у папы деньги Потому что он должен рассчитаться Он делал неправильные вещи В своей жизни Он должен сейчас с тобой рассчитаться А она у меня порядочная Она всегда говорит Да не надо Да ладно Да я сама заплачу Да я тебе сама куплю Или она еще ему покупать что-то Вот И Она ей конкретно сказала Бери у папы деньги Она говорит Я сидела Я рта не открыла Говорит И в один прекрасный момент Она попрощалась И говорит До свидания И боли Она говорит Забрала с собой Боли Вообще не было Она говорит Я взяла спокойно свой паспорт Приехала домой Уснула И проснулась Говорит Без боли Вообще Она говорит Мама Что это было Я говорю Во-первых Это было предупреждение И я Получила слово Знание Что у нее с подружками Что-то не так И она говорит Да Я действительно Сильно переругалась С своей лучшей подругой Я об этом не знала Я говорю Во-вторых Жанет Если тебе сказали Уезжай На неделю На две Она говорит Ты должна покинуть Этот город Тебе нужно в Берлин Не зная Что она там будет Машину брать Понимаете Друзья Это говорит о том Что Или ангел Или сам Иисус К ней подучил А почему Потому что Я служу Господу Потому что Я пошла за ним Потому что Вы служите Господу Он будет помогать Вашим близким Поэтому Он сказал Спасешься ты Спасется Все вокруг Да И это Настолько Чудесно Друзья Это настолько Чудесно Я увидела В ней Страх Господний Что Мама Он что такой Живой Я говорю Да Нетка Он такой Живой Он живой Он знает Помыслы Любого Сердца Он знает Мысль Которую Ты еще Не получил Он знает Кто тебе Ее подкинул Эту мысль Он знает Что говорят За спиной Он знает Почему тебе Нужно дослушать Досмотреть Он знает Все Понимаете Он Альфа И Амелья Он первый И он последний У кого Мурашки По коже Она говорила Про ее отца И просто Вот реально Детали Что он делал Неправильно И сказал Что он Даже с тобой Поступал Неправильно Но он не знал Что это неправильно Ну как бы Он думал Что это нормально Типа Прости его Понимаете И он может Так к любому Подойти Не потому Что ты пошел Туда А потому Что ты пошел За ним И он Живой Он все Слышит Все видит Все понимает И к нашим Родным И близким У него Отношения Особные Отношения Если у нас Особенное Отношение К отцу Понимаешь Что Иисус Все сделает Для того Кто отца Любит И почитает Его слово И Почитает То О чем Он учит Почитает То Что он Дает Это Это Понятно Что Того Кого Почитает Иисус Должны Почитать Мы Субтитры